Всем привет! Сегодня, 13 апреля, буквально пару часов назад, в сети появились новые подробности о том, что случится в Верданске 21 апреля. И для того, чтобы не пропустить самые свежие новости Варзоны в будущем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Итак, второй сезон Варзоны быстро подходит к своему завершению. И все мы заинтригованы и взволнованы грядущими изменениями в Королевской битве и ее карте после запуска третьего сезона. Компания Троярк официально опубликовала первый тизер долгожданного ядерного ивента в Варзоне, который может разрушить Верданск. И дала нам подсказки о том, где она начнется и о дате начала перехода на новую карту. В течение нескольких недель чуваки, которые занимаются утечками, а также их коллеги-датамайнеры, обсуждали возможную ядерную бомбардировку, которая может навсегда изменить Верданск. Однако Троярк и Рэйвен Софтвер хранят молчание о возможном будущем карты. Все изменилось 13 апреля, когда комментатор Call of Duty League Джо Де Лука или Мерк опубликовал изображение подарка, полученного им от разработчиков, которое включает некоторые важные подсказки о том, чего мы можем ожидать. В своем твите Мерк продемонстрировал строительную каску, которую ему прислала команда Call of Duty, и на которой с одной стороны написано Black Ops Cold War и Warzone, а на другой – желтый предупреждающий знак с противогазом над надписью «Верданская плотина». Посылка также включает в себя сообщение, которое гласит «Мы предполагаем, что когда враги достигнут дамбы, то Верданск пропал к чертям». И дата – 21 апреля, 12 часов по полудню. Хочу заметить, что в английской версии этого сообщения присутствует игра слов, так как в английском языке у слова «дамба» есть несколько вариантов, не только слово «дэм», но и «лэви», как и написано в этой записке. Есть еще одно слово – это «лэви». Оно пишется немного по-другому и означает «взимать» или «облагать», обычно «налогом». Но вот выражение «лэви и гэс», которое было в записке, означает «делать предположение». Интересная игра слов с использованием амафона. Люблю такие словарные коламбы. Это сообщение не только дает нам дату события, но и подтверждает подозрения о том, что зомби, свирепствующие в Верданске, продвинутся с юга карты на север, что вызовет очевидную гибель области. Напомню, что зомби прибыли в начале второго сезона «Варзоны», когда корабль «Водяной» вырезался в берег возле тюрьмы. С тех пор эти существа распространились по Верданску, захватив на разных этапах такие районы, как «Даунтаун», «ТВ-станция» и теперь «Суперстор». Многие считают, что это событие приведет к появлению совершенно новой карты «Варзоны», хотя это остается официально неподтвержденным. Также знак, обнаруженный в супермаркете 13 апреля, похоже подтверждает слухи о том, что мы можем отправиться в версию Верданска в стиле 80-х годов. Но нам нужно дождаться официального подтверждения. А как заметил пользователь Reddit, Папи ФТВ. В «Суперсторе» появился новый тизер третьего сезона. Внутри супермаркета был найден плакат к летним Олимпийским играм в Москве 1980-го года. Этот плакат, а также утекшее ранее в сеть видео Верданска 80-х годов, еще больше наталкивает на мысль, что в итоге мы все же получим именно эту версию Верданска. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, пошарьте его своим друзьям и подпишитесь. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok